Вместо лужайки здесь раньше были заросли, протопанные людьми тропинки и старые постройки, вспоминает Эльмира Калямова. В доме номер 159 по улице Революционной она поживает больше 12 лет и не раз вместе с соседями обсуждала идеи улучшения двора. Детская площадка здесь была, но в одинокой стоящей горке, качелях и лестнице жители не видели смысла, а немногочисленные лавочки были заняты соседями из других дворов, которые являлись сюда не гулять с детьми, а праздно проводить время. Эльмира и группа инициативных жителей решили изменить ситуацию и подали заявку на благоустройство дворовой территории по федеральной программе «Комфортная городская среда». Всех старших по домам пригласила управляющими к району, объяснила, что администрация, что президент создал вот эту федеральную программу, в которой должны принимать участие именно жители, именно благодаря их инициативе будет сделан двор. Спросили пожелания, кому что надо на детской площадке, какие спортивные сооружения желательно, чтобы были на спортивной площадке. Совсем скоро на территории двора появится новая детская площадка с горками, качелями и песочницей, а также спортивная площадка с тренажерами, турниками, брусьями и специальным антитравматическим покрытием. Появятся и другие объекты инфраструктуры. Новые лавочки, урны и новое дворовое освещение обустроят парковочные карманы и обновят внутриквартальные проезды. Параллельно с благоустройством двора на Революционной подрядчики работают и на других адресах в железнодорожном районе. В этом году у нас три дворовых территории, плюс это соседний двор Революционная 163, аэродромная 8, 10, 12. Там у нас спортивная площадка, ремонт и также установка детских площадок отдельно тренажерами, отдельно с детской площадкой. И двор Гагарина 7, А9, а там устройство детской площадки. Двор в прошлом году, мы там уже отремонтировали асфальт, устройство парковок и сделали освещение. Подсказывали, как лучше сделать, потому что домов, видите, здесь несколько. И как всегда в таких случаях, да, ну и сталкиваются и разные интересы. Есть люди пожилого поколения, есть дети. Ну вот помогали жителям найти какой-то компромисс, он был найден и программа успешно стартовала. Дворы в железнодорожном районе Самары благоустраивают в рамках программы формирования комфортной городской среды и губернаторского проекта «Содействие». Обновленные пространства должны появиться у жителей по Пензенской 45, Тухачевского 22 и Владимирской 48. Также по программе «Твой конструктор двора» на восьми объектах благоустройства появятся новые малые архитектурные формы, а внутриквартальные проезды будут обновлены в 11 дворах железнодорожного района. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.